Но опасности и беды для сыновей Романовых только еще начинались. В следующем, 1206 году, все Ольговичи собрались с Чернигов на Сеем. Всеволод Светславович Черный со своей братьей и Владимир Игоревич Северский со своей братьей. К ним пришел смоленский князь Мстислав Романович с племянниками. Пришло множество половцев, и все двинулись за Днепр. В Киеве соединился с ними Рюрик с двумя сыновьями, Ростиславом и Владимиром, и племянниками Бериндеи, и пошли к Галичу. А с другой стороны шел туда же Лешко Польский. Галевская княгиня, приверженными к ней людьми, слыша новую сильную рать, идущую со всех сторон, испугалась и послала просить помощи у венгерского короля. Андрей поднялся сам со всеми своими полками. Но вдова Романова с детьми не могла доведаться прихода королевского. Около них встал сильный мятеж, который принудил ее бежать в старинную отцовскую волость Романову, Владимир Волынский. Галичане остались без князя, а между тем король перешел Карпаты. С двух сторон приближались русские князья и поляки, но те и другие остановились, услыхав о приходе королевском. Андрей также остановился, боясь столкнуться вдруг с двумя неприятельскими войсками. Внутренние смуты, возбуждаемые поведением королевы Гертруты и братьев ее, отзывали Андрея домой. Он спешил вступить в мирные переговоры с Лешком, польским, уговорился с галичанами, чтобы они приняли к себе в князья Ярослава, князя Переславского, сына великого князя Всеволода Суздальского, и отправился назад в Венгрию. Русские князья прежде еще двинулись назад, но галичане, ожидая две недели приезда Ярославова и боясь, чтобы Ольговичи, узнав об отступлении короля, не возвратились к их городу, решились послать тайно к Владимиру Игоревичу Северскому, звать его к себе в князья. Этому решению их много содействовали два боярина, которые, будучи изгнаны Романом, проживали в Северской области, а теперь возвратились и расхваливали Игоревичей. Владимир Игоревич с братом Романом, получив приглашение, в ночь украдкой от остальных князей поскакали в Галич. Владимир сел здесь, а Роман в Звенигороде. Ярослав Севолодович также был на дороге в Галич, но опоздал тремя днями и, узнав, что Игоревич уже принят галичанами, возвратился назад в Переславль. Но ни Игоревичи, ни галичские бояре, затеявшие мятеж против сыновей Романовых, не хотели успокоиться до тех пор, пока последние были живы и на свободе в своей отчине, Владимире Волынском. Сюда явился священник, посол от галецкого князя и объявил гражданам от имени последнего, не останется в вашем городе камня на камне, если не выдать мне Романовичей и не примете к себе княжить брата его, Святослава. Рассерженные владимирцы хотели было убить священника, но трое каких-то людей уговорили их, что не годится убивать посла. Эти трое людей действовали, впрочем, не из уважения к званию посла, а потому что благоприятствовали галецкому князю. Когда на другой день княгиня узнала, что приезжал посол из Галича и что во Владимире есть люди, которые стоят за Игоревичей, то начала советоваться с дядькою сына своего, Мирославом. Тот говорил, что делать нечего, надо б наскорее бежать из города. Ночью в пролом городской стены вышла жена Романа Великого вчетвером с дядькою Мирославом, священником и кормилицею, которые несли маленьких князей Данила и Василька. Беглецы не знали, куда им идти, со всех сторон враги, решились бежать в Польшу к Лешко. Хотя и от этого не могли ожидать хорошего приема. Роман был убит на войне с ним, после чего Мир еще не был заключен. К счастью, в Лешке жалость пересилила вражду. Он с честью принял беглецов, говоря, «Не знаю, как это случилось, сам дьявол посорил нас с Романом. Он отправил малютку Данила в Венгрию и с ним посла своего сказать королю, «Я позабыл свою ссору с Романом, а тебе он был друг. Вы клялись друг друга, что кто из вас останется в живых, тот будет заботиться о семействе умершего. Теперь Романовичи изгнаны отсюда. Пойдем, возвратим их от отчину их». Андрей сначала принял было к сердцу предложение Лешка. Но потом, когда галецкий князь Владимир прислал богатые дары им обоим, то усердие их в Романовой семье охладело. И когда Игоревичи перессорились друг с другом, то один из них, Роман, приехавший в Венгрию, успел убедить Андрея дать ему войско на помощь и с этим войском выгнал из Галича брата Владимира, который вынужден был бежать назад в свою волость, в Путивль. В следующем, 1207 году, польские князья Лешка и брат его Кондрат двинулись, наконец, на Владимир, где после бегства сыновей Романовых княжил Третий Игоревич Святослав. Но и тут Лешка шел на Владимир не для того, чтобы возвратить этот город Романовичем. Он хотел посадить там своего дядю по матери, родного племянника Романова, Александра Всеволодовича Бельского. Жители Владимира отворили ворота перед Александром, ведь это племянник Романа, говорили они. Но союзники Александра, поляки, несмотря на то, что вошли в город беспрепятственно, ограбили его. Стали было уже отбивать двери и у соборной Богородичной церкви. Как по просьбе Александровой, приехали Лешка с братом и отогнали их. Владимирцы сильно жаловались на поляков. Мы поверили их клятве, говорили они. Ведь если бы с ними не было Александра, то мы не дали бы им перейти и Буг. Святослава Игоревича взяли в плен и отвели в Польшу. На его место польские князья посадили сперва Александра, но потом передумали. Старшим во всем племени Изяслава Мстиславича был Ингварь Ярославич Луцкий, которого мы видели в Киеве. Его-то посадили теперь во Владимире. Но и здесь он сидел недолго. Бояре не полюбили его. И с согласия Лешка Александр опять приехал княжить во Владимир. А Ингварь отправился назад в свой Луцк. Младший брат его, Мстислав, прозвищем Немой, княжил в Пересопнице. Малолетнему Васильку, Романовичу Лешка, отдал Брест по просьбе тамошних граждан, которые с радостью великой приняли малютку, видя в нем как бы живого романа. После мать Василька прислала к Лешку с новую просьбой. Александр, говорила княгиня, держит всю нашу землю и отчину, а сын мой сидит в одном Бресте. Лешка велел Александру отдать Бельс Романовичу, а брат Александра Всеволод сел в червне. Таким образом, смерть сильного романа дала польскому князю возможность распоряжаться волынскими властями. Между тем, в Галиче продолжали происходить беспокойства. Киевский князь Рюрик по соглашению с венгерским королем отправил Галич сына своего, Ростислава. Галичане приняли его с честью, выгнали романа, но потом скоро выгнали Ростислава и опять приняли романа. Это побудило короля Андрея покончить с Галичем, присоединить его к своим владениям. Он послал на романа Игоревича Палатина Бенедикта Бора, который схватил романа в бане, стал именем королевским сам управлять в Галиче и управлял так, что его прозвали Антихристом. Мучил и бояр, и простых граждан. Сладострастью своему не знал пределов. Бесчестил жен, монахинь. Угнетенные Галичане послали звать к себе на помощь Мстислава Ярославича, князя Пересопнинского. Тот приехал, но не нашел еще Галичан, готовых к восстанию. Или, что всего вероятнее, дружина, приведенная Мстиславом, была, по мнению Галичан, слишком слаба для того, чтобы с нею можно было восстать против венгров. И один из главных бояр, Илья Шипанович, взведший Мстислава на Галичину могилу, сказал ему в насмешку, «Князь, ты на Галичине могиле посидел». Так все равно, что княжи у Галичи. А смеянный Мстислав отправился назад в Пересопнице. Тогда Галичане обратились опять к Игоревичам Северским. Послали сказать Владимиру и Роману, которому удалось между тем уйти из венгерского плена. «Виноваты мы перед вами, извини, избавьте нас от этого томителя, Бенедикта». Игоревичи явились на зов сильную ратию, заставили Бенедикта бежать в Венгрию и уселись опять в Галицком княжестве. Владимир в самом Галиче, Роман в Звенигороде, Святослав в Перемышле. Сыну своему, Изяславу, Владимир дал Теробль, а другому Всеволод отправил в Венгрию задаривать короля, чтоб тот оставил их спокойно княжить Закарпатами. От венгерского короля можно было избавиться дарами. При том же у него было много дела внутри своего государства, но чем было Игоревичам избавиться от боярг галицких, которые не давали им покоя своими крамолами? Игоревичи решились действовать по примеру Романа. Решились придавить пчел, так сказать, чтобы есть спокойно мед. И вот, воспользовавшись первым удобным случаем, они велели бить галицкую дружину. 500 человек из нее погибло, в том числе двое знатнейших бояр, Юрий Витанович и Илья Шипанович. Но другие разбежались. Между ними Владислав, которому преимущественно Игоревичи были обязаны галицкой волостью, и двое других, Судислав и Филипп, отправились в Венгрию. Они стали просить короля Андрея, «Дай нам нашего Данила, мы пойдем с ним и отнимем галич у Игоревичей». Король согласился, послал изгнанных бояр и с ними молодого Даниила в Галич, давший ему сильное войско под начальством осьми воевод. Владислав пришел прежде всего к Перемышлю и послал сказать жителям, «Братья, что вы колеблетесь? Не Игоревичи ли перебили отцов ваших и братьев? Имение ваше разграбили? Дочерей ваших отдали за рабов ваших? Наследством вашим завладели пришельцы? Так неужели вы хотите положить за них свои души?» Слова эти подействовали на Перемышльцев. Они схватили князя своего Святослава Игоревича и сдали город на имя Данилова. Оттуда бояре с венграми пошли к Звенигороду. Но звенигородцы были за Игоревичей и стали сильно отбиваться от нападающих, несмотря на то, что на помощь к последним пришли полки из Бельза от Вастелька Романовича, из Польши от Лешка пришли волынские князья, Стислав Немой из Пересопницы, Александр с братом из Владимира. Луцкий князь Ингварь также прислал свои полки на помощь к Роману Игоревичу. Из Венигородскому явились только половцы, которых привел племянник его, Изяслав Владимирович. И, несмотря на успех, который получили половцы из Венигровцы, в деле с венграми Роман видел, что не мог долго держаться в городе и бежал. Но на дороге был схвачен и приведен стан к Данилу и к воеводам венгерским, которые тотчас же послали сказать вениградцам, сдавайтесь, князь ваш схвачен. Те сначала было не поверили, но потом, узнавши, что Роман действительно в плену, сдали свой город. От Звенигорода Даниил с союзниками пошел к Галичу. Владимир Игоревич с сыном, не дожидаясь неприятельского прихода, бежали, и Даниил беспрепятственно въехал в Галич, где все бояре, Владимирские и Галичские, посадили его на отцовский стол в соборной церкви Богородицы. Но бояре недовольны были торжеством своим и хотели мести. В руках у венгров были пленные Игоревичи. Воеводы хотели везти их к королю, но бояре Галичские, задарившие воевод, выпросили себе Игоревичей и повесили их. Легко понять, что эти бояре посадили Даниила не для того, чтобы усердно повиноваться самолютке. За последнего хотела было управлять его мать, приехавшая Галич, как скоро узнала об успехе сына. Но бояре немедленно же ее выгнали. Маленький Даниил не хотел расстаться с матерью, плакал, и когда Александр Шумовинский-Тиун хотел насильно отвезти его к коня, то Даниил выхватил меч, чтобы ударить Александра, но не попал и ранил только его коня. Мать поспешила вырвать у него из рук меч, упросила успокоиться и остаться в Галиче, а сама отправилась в Бельс, опять к Васильку и оттуда к королю Венгрию. Андрей принял ее сторону, призвал бояр Владимировских, князя Ингваря Луцкого и пошел в Галич, где по изгнании княгини всем управлял боярин Владислав с двумя другими своими товарищами Судиславом и Филиппом. Король велел схватить всех троих и подвергнуть тяжкому заключению. Судислав успел деньгами откупиться от неволи, но Владислав вынужден был следовать за королем Венгрию, где, впрочем, пробыл недолго. Двое братьев его, Явольт и Раполк, успели спастись бегством в Пересопницу и убедили тамошнего князя Мстислава немого пойти с ними в другой раз на Галич. Бояре, узнавшие о вступлении Мстислава в их землю, передались ему. И Даниил с матерью опять вынужден был бежать в Венгрию, а брат его, Василька, потерял Бельс, который взял у него Лешко Польский, чтобы отдать опять Александру Всеволодовичу Владимирскому. Василька вынужден был удалиться в каменец, но в то время, как братья Владиславовы так успешно хлопотали в Пересопнице и Галичи, сам Владислав действовал в Венгрии у короля Андрея. Как видно, из последующего летописного рассказа он убедил Андрея не давать Галича никому из русских князей, а взять его себе, причем обещал приготовить все в Галиче к новому порядку. Иначе трудно будет объяснить то известие, что король, сбираясь идти на Галич, отправил туда, в передовых Владиславово короля, хотел, однако, не мог следовать за Владиславом сам. Его задержали страшные события в Венгрии, на которые мы должны обратить внимание по однородности их с знаменитыми явлениями в Галиче, не могшим загородиться и Карпатами от венгерского влияния. Поведение галецких баянр объясняется поведением вельмож венгерских. Во время особниц, предшествовавших воцарению Андрея, значение вельмож так возросло, что Андрей, вступая на престол, первым из королей венгерских должен был клятвенно подтвердить права и преимущества высшего сословия. Но мы уже заметили, что при этом поведении королевы Гертруды и ее братьев постоянно возбуждало неудовольство вельмож и, наконец, повело к явному восстанию. Когда один из братьев королевы Екбурт сведомо сестры и даже в ее комнатах обесчестил жену известного нам галецкого антихриста полотина Бенедикта Бора, Бенедикт, несмотря на то, что сам позволял себе подобные поступки в Галиче, пылал местью страшной к виновникам своего позора и составил заговор вместе с другими вельможами. Пользуясь выступлением Андрея в галецкий поход, заговорщики ворвались во дворец и изрубили королеву в куски, после чего дворец был разграблен. Король должен был отложить поход, чтобы иметь возможность управиться со своими мятежниками. Этим обстоятельством воспользовался Владислав. Въехал с торжеством в Галич после бегства оттуда Мстислава Пересопницкого. Вокняжился и сел на столе по выражению летописца, признавая, впрочем, как видно, верховную власть венгерского короля. Между тем, Даниил, видя страшную смуту Венгрии, удалился оттуда сперва в Польшу и, не получив от Лешка ничего, кроме почетного приема, поехал в Каменец к брату Васильку. На этот раз начал дело Мстислав Немой Пересопский. Он поднял Лешка в поход на Галич. Тот взял Даниила из Каменецка, Александра из Владимира, брат из его Всеволода из Бельца и отправился против нового галецкого князя из Бояр. Владислав оставил братьев защищать Галич, а сам с войском, набранным из венгров и чехов, как видно наемных, вышел навстречу к неприятелю на реку Боброк. Союзникам удалось поразить Владислава, но не удалось взять Галича. Они должны были удовлетвориться опустошением волости и возвратились назад, после чего Лешка велел Александру, князю Владимирскому, отдать Романовичам два города Тихомуль и Перемышль. Здесь, говорит летописец, стали княжи Даниил и Василька с матерью, а на Владимир смотрели, говоря, рано или поздно Владимир будет наш. Между тем, король Андрей, освободившись несколько от внутренних своих дел, выступил в поход на Лешка за опустошение Галичской волости, которую он считал своею. Лешка не хотел войны с королем и послал к нему воеводу своего, пока Слава с предложением следующей сделки не годится боярину княжить в Галиче, но возьми лучше дочь мою за своего сына, Коломана, и посади его там. Андрей согласился, имел личное свидание с Лешком, свадьба устроилась и молодой Коломан стал княжить в Галиче, а боярин Владислав был схвачен и умер в заточении. Наделав много злодетям своим и всему племени, потому что ни один князь не хотел приютить у себя сыновей боярина, который осмелился похитить княжеское достоинство. Кроме выгодного брака для своей дочери, Лешко получил от короля из Галецкой волости Перемышль и Любачев. Последний город был отдан воеводе Покославу, который умел устроить этот выгодный союз. Покослав был приятель молодым Романовичем и их матери по его совету. Лешко послал сказать Александру Всеволодовичу, отдай Владимир Романовичем, а не дашь, так пойду на тебя вместе с ними. Александр не дал волею и потом вынужден был отдать неволею. Таким образом иноплеменники поделили между собою отчину Ростиславичи. Русские князья один за другим должны были оставить Галич или гибли в нем позорную смертью. Остальные князья на Руси сильно середились на Галичан за бесчестие, которое они нанесли роду их. повесившие Игоревичей, но были бессильны отмстить им за это бесчестие, потому что Мономаховичи с Ольговичами продолжали свою обычную борьбу. В 1206 году по возвращении из второго похода под Галич Ольговичи, обрадовавшись тому, что успели занять его своими родичами Игоревичами, решились отнять у Мономаховича и старшинства и Киев. Всеволод Святославович черный сел в Киеве, надеясь на свою силу, как говорит летописец, и послал посадников по киевским городам. А Рюрик, видя свое бессилие, или, как выражается летописец, непогодие, уехал в свою прежнюю волось. Овруч, сын его Ростислав, в Ижгород, а племянник Мстислав Романович в Белгород, отнявши Киев у Мономаховичей, Ольговичи захотели отнять у них и Переславль. Тем больше, что, как мы видели, переславский князь Ярослав Всеволодович был соперником Игоревичей по галецкому столу. И вот Всеволод Черный посылает сказать Ярославу, ступай из Переславра к отцу в Суздаль, а галеча не ищи под мою братью. Если же не пойдешь добром, так пойду на тебя ратью. Ярослав, не имея надежды получить от кого-либо помощь, послал ко Всеволоду просить свободного пропуска на север через Черниговское владение и получил его, поцеловавший крест Ольговичем на всей их воле. А в Переславле сел на его место сын Черного. Но последний сам недолго сидел в Киеве. В том же году Рюрик, соединяясь сыновьями и племянниками своими, выгнал Ольговича из Киева и из Переславля. Сам сел в Киеве, а сына своего Владимира посадил в Переславле. Черный явился зимой с братьями и с половцами добывать Киева. Стоял под ним три недели, но не мог взять и ушел назад ни с чем. Счастливее было в следующем 1207 году. С трех сторон пришли враги Мономаховичей, из Чернигова Черный с братьями, из Турова князь Святополк, из Галича Владимир Игоревич. Рюрик, слыша, что идет на него отовсюду бесчисленная рать, а помощи нет, у него бежал из Киева вовруч, Триполь, Белгород. Торчиск были отняты у Мономаховичей, которые по причине голода не могли выдержать продолжительные осады. Всеволод сел опять в Киеве. Наделав много зла русской земле, через своих союзников-половцев. Тогда поднялся было на него Всеволод Суздальский. Услыхав, что Ольговичи с поганами воюют землю русскую, он пожалел об ней и сказал, разве тем одни мой отчина, русская земля, а нам уже не отчина, как меня с ними Бог управит, хочу пойти к Чернигову. Всеволод собрал сильное войско, но дела Рязанские помешали его походу на Чернигов. Когда Рязанские князья были схвачены, то Рюрик, обрадовавшись успеху Всеволода над союзниками Ольговичей, явился нечаянно у Киева и выгнал из него Черного. Тот напрасно после старался получить обратно этот город силою. Ему удалось овладеть им только посредством переговоров со Всеволодом в 1210 году. Черны и все Ольговичи прислали в Суздаль митрополита Матфея, прося миром и во всем покоряясь Всеволоду. Последний, получивший незадолго перед тем неприятность от одного из Ростиславичей, Мстислава Мстиславича Удалова в Новгороде, не мог быть очень расположен в пользу этого племени и поэтому согласился, чтоб Всеволод Черный, как старший между пятиюродными братьями в Ярославовом роде, сел в Киеве, а Рюрику отдал Чернигов. Таким образом, когда на Севере обозначилось ясно стремление к новому порядку вещей, в Южной Руси после долгой борьбы старинные представления об единстве рода Ярославича и ненаследованности властей в одном племени получают полное торжество. Мало того, что Ольгович получает Киев, старший по нем Мономахович садится в Чернигове. Возобновляется следовательно тот первоначальный порядок княжеских переходов по властям, который был нарушен еще при Мономахе исключением Ольговичей и старшинства. Мир Суздольского князя с Ольговичами был скреплен браком сына Всеволодова Юрия на дочери Черного. Но в то время, когда Южная Русь оставалась так верна своей старине, которая не могла дать ей силы возвратить утраченное значение первенства, северный князь усиливал себя все более и более. С 1179 года рязанские князья Глебовичи находились в воле Всеволодовой. В 1186 году встала между ними опять усобица. Старшие братья Роман, Игорь и Владимир вооружились против младших Всеволода и Святослава, сидевших в Пронске. Чтобы легче разделаться с последними, старшие братья послали звать их на общий съезд. Намериваясь тут схватить их, младшие узнали об умысле и вместо того, чтобы ехать к старшим, стали укреплять свой город, ожидая нападения. Ждали они недолго. Старшие явились с большим войском и стали опустошать все около города. Поселение Тогда Всеволод Суздальский послал сказать им братья, что это вы делаете? Удивительно ли, что поганые воевали нас? Вы вот теперь хотите и родных братьев убить? Но те вместо послушания стали сердиться на Всеволода за его вмешательство и еще больше поднимать вражду на братьев. Тогда младшие Глебовичи послали просить Всеволода о помощи и тот отправил с ним сперва 300 человек из Владимирской дружины, которые сели в Пронске и отбивались вместе с осажденными, а потом отправил еще другое войско, к которому присоединились князья Муромские. Слыша приближение войска из Владимира, старшие Глебовичи сняли осаду Пронска и побежали к себе в Рязань, а Всеволод Глебович поехал навстречу к полкам великого Всеволода. Те, узнавшие от него, что осада Пронска снята и им идти дальше незачем, пошли назад во Владимир, куда поехал также и Глебович, чтобы посоветоваться со Всеволодом, как быть им со старшими братьями. Но в это время рязанские князья, узнавшие, что Владимирское войско возвратилось и что в Пронске один Святослав, пошли и осадили опять этот город, а к брату Святославу послали сказать, не мори себя голодом с дружиною и людей не мори, вступай лучше к нам, ведь ты нам свой брат, разве мы тебя съедим? Только не приставай к брату своему Всеволоду. Святослав объявил об этом своим боярам. Те сказали, брат твой ушел во Владимир, а тебя выдал, так что ж тебе его дожидаться? Святослав послушался и отворил город. Братья отдали ему Пронск назад, но взяли жену, детей, дружину Всеволода Глебовича и повели в Рязань вместе с дружиной Всеволода Глебовича. Перевязали дружину великого Всеволода, сидевшего в Пронске в осаде. Всеволод Глебович, услыхав, что семья и дружина его взяты, а брат Святослав передался на сторону старших, стал сначала сильно горевать, потом захватил коломну и начал из нее пустошить волости братьев, тем стиле ему тем же, и ненависть между ними разгоралась все более и более. Всеволода Великого также сильно раздосадовал поступок Святослава, который позволил братьям перевязать Владимирскую дружину. Он послал сказать ему, отдай мне мою дружину добром. Как ты ее у меня взял? Захотел помириться с братьями? Мирись. А людей моих зачем выдал? Я к тебе их послал по твоей же просьбе. Ты у меня их челом выбил, когда ты был ратен и они были ратны. Когда ты помирился и они стали мирны. Глебович, услыхав, что Всеволод Великий хочет идти на них, послали ему сказать, ты отец наш, ты господин, ты брат, где твоя обида будет, то мы прежде тебя головы свои положим за тебя, а теперь не сердись на нас, если мы воевали с братом своим, то от того, что он нас не слушается, а тебе кланяемся и дружину твою отпускаем. Всеволод не захотел мира, а когда Всеволод не хотел мира, то это значило, что война очень скоро выгодна и успех верен. Но в следующем году, в 1687, явился во Владимир Черниговский епископ Порфирий с ходатайством за Глебовичей, потому что Рязань принадлежала к Черниговской епархии. Он уговорил Владимирского епископа Луку действовать с ним заодно. И оба вместе стали просить у Всеволода за Глебовичей. Всеволод послушался их и послал Порфирия в Рязань с миром. Вместе с епископом отправились послы Всеволодовы и послы князей Черниговских. Они повели и пленников рязанских, отпущенных Всеволодом в знак своего расположения к миру. Но Порфирий, пришедший в Рязань, повел дело не так, как хотел Всеволод. И тайком от его послов Всеволод рассердился было послать в погоню за Порфирием. Но потом раздумал. Впрочем, оставив в покое Порфирия, он не хотел оставить в покое Глебовича и тем же годом выступил против них в поход. Взявшись с собой князя Муромского и Всеволода Глебовича из Коломны. Он переправился через Аку и страшно опустошил Рязанскую волость. Этим походом Всеволод, как видно, достиг своей цели. Потому что после, во время войны с Ольговичами, мы видим рязанских князей в его войске. Притом же Пронск был возвращен Всеволоду Глебовичу, который там вскоре и умер. Но когда в 1207 году Всеволод Великий собрался идти на Ольговичей к Чернигову и, соединившись в Москве с сыном своим Константином Новгородским, дожидался здесь также и прихода князей рязанских, то вдруг пришла к нему весть, что последние обманывают его, сговорились с Ольговичами и идут к нему для того, чтобы после удобного случая предать его. Все рязанские действительно явились дружинами. Их было восьмеро. Роман и Святослав Глебовичи, последний с двумя сыновьями, да племянники их, сыновья умерших Игоря и Владимира, двое Игоревичей, Ингварь и Юрий и двое Владимировичей, Глеб и Олег. Всеволод принял их всех радушно и позвал к себе на обед. Столб был накрыт в двух шатрах. В одном сели шестеро рязанских князей, а в другом великий князь Всеволод и с ним двое остальных рязанских. Именно Владимировичи, Глеб и Олег. Последние стали говорить Всеволоду, не верь князь, братьям нашим, они сговорились на тебя с Черниговскими. Всеволод послал уличить рязанских князей князя Давыда Муромского и боярина своего Михаила Борисовича. Обвиненные стали клясться, что и не думали ничего подобного. Князь Давыд и боярин Михаил долго ходили из одного шатра в другой. Наконец в шатер кризанским явились родичи их Глеб и Олег и стали уличать их. Всеволод, слыша, что истина обнаружилась, наконец, велел схватить уличенных князей вместе с их думцами. Отвезти во Владимир, а сам на другой же день переправился через Аку и пошел к Пронску, где сидел сын умершего Всеволода Глебовича Михаил. Этот князь, слыша, что дяди его схвачены и Всеволод приближается с войском к его городу, испугался и убежал к тестю своему Чернигов. Знак, что он был также на стороне схваченных князей и на стороне Черниговского князя. Своего тестя иначе для чего было бы ему бояться Всеволода, всегда благосклонного к его отцу. Жители Пронска взяли к себе Третьего Владимировича Изислава, небывшего, как видно, заодно с родными братьями, и затворились в городе. Всеволод послал к ним боярина Михаила Борисовича с мирными предложениями, но они не хотели о них слушать ничего. Летописец называет ответ их буйною речью. Тогда Всеволод велел приступить к городу со всех сторон и отнять воду у жителей. Но тени унывали, бились крепко из города и ночью крали воду. Всеволод велел стеречь и день и ночь и расставил полки свои у всех ворот. Старшего сына своего Константина с новгородцами и белозерцами поставил на горе у одних ворот, Ярослава с переславцами у других, Давыда с муромцами у третьих, а сам с сыновьями Юрием и Владимиром и с двумя Владимировичами стал за рекою с поля Половецкого степи. Про няне все не сдавались и делали частые вылазки не для того, впрочем, чтобы биться с осаждающими, но чтобы достать воды, потому что помирали от жажды. Между тем у осаждающих стали выходить сисные припасы и Всеволод отправил отряд войска под начальством Олега Владимировича на Аку, где стояли лодки его с хлебом. На дороге Олег узнал, что двоюродный брат его, третий Игоревич Роман, оставленный дядьями в Рязани, вышел из нее с войском и напал на владимирских лодочников, стоящих у Ольгова. Получивши эту весть, Владимирович бросился на помощь к лодочникам. Рязанцы оставили последних и сразились с новоприбывшим отрядом, но были побеждены, ставшие между двумя неприятелями, между полком Олега и лодочниками. Олег возвратился к войску с победою и хлебом. Тогда проняне после трехнедельной осады вынуждены были сдаться. Всеволод дал им в князья Олега Владимировича, а сам пошел к Рязани, сажая по всем городам своих посадников, чем обнаруживал намерение укрепить их за собою. Он уже был в двадцати верстах от старой Рязани, у села Доброго Сота и хотел переправляться через реку Проню. Как явились к нему рязанские послы с поклоном, чтобы не приходил к их городу, епископ рязанский Арсений также не раз присылал к нему говорить «Князь Великий, не пренебреги местными местами честными, не пожги церквей святых, в которых жертва Богу и молитва приносятся за тебя, а мы исполним всю твою волю, чего только захочешь». Всеволод склонился на их просьбу и пошел назад через Коломну во Владимир. Воля Всеволода состояла в том, чтобы рязанцы выдали ему всех остальных князей своих и с княгинями. Рязанцы повиновались и в следующем 1208 году приехал к ним княжик сын Всеволода Ярослав. Рязанцы присягнули ему, но за измену стали хватать и ковать людей его и некоторых уморили, засыпавших по грибах. Тогда Всеволод пошел опять на Рязань, под которую был встречен с сыном Ярославом. Рязанцы по приказанию Всеволода вышли на Аку на ряды, то есть на суд с князем своим Ярославом, но вместо оправдания прислали буйную речь по своему обычаю и непокорству. Говорит летописец, тогда Всеволод приказал захватить их, потом послал войско в город захватить их жен и детей. Город был зажен, а жители его расточены по разным городам. Таким же образом поступил он из Белгорода и пошел назад во Владимир, ведя с собою всех рязанцев и епископа их Арсения. Прежний князь Пронский Михаил Всеволод с двоюродным братом Изяславом Владимировичем, выпущенным, как видно, по сдаче Пронска, приходили в том же году воевать в Волосте Всеволодовы около Москвы. Но были побеждены сыном великого князя Юрием и спаслись только бегством, потерявший всех своих людей. Так рассказывается в большой части известных нам летописей, но в летописи Перейславля Суздальского читаем, что Всеволод, взявший Пронск, посадил здесь муромского князя Давыда, и что в следующем году Олег Глеб Язислав Владимирович и князь Михаил Всеволодович Рязанский приходили к Пронску на Давыда, говоря, разве ему отчина Пронск, а не нам, Давыд послал им сказать, братья, я бы сам не набился на Пронск, посадил меня в нем Всеволод, а теперь город ваш, я иду в свою волость. В Пронске сел Кир Михаил Олег Владимирович умер в Белгороде в том же году. Думаем, что должно предпочесть это известие, ибо трудно предположить, чтобы приход рязанских князей к Пронску на Давыда был выдуман со всеми подробностями. Под тем же 1208 годом у Переиславского летописца находится новое любопытное известие, что Всеволод III посылал воеводу своего Степана Сделовича к Сиренску, и город был пожжен. Посылка это очень вероятно. Так месть Всеволода черниговским князьям за изгинание сына его Ярослава из Переславля Южного была.